Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Позавчера вышел очередной патч Xidmars Civilization 6, который называется «Осень 2017». Шестой по счёту он, по-моему. Я уже постримил 8 часов игры, и сейчас коротко о том, что в нём нового, что изменилось, что добавилось, и моё отношение к ним. Там вышло ещё две новых нации. Те, кто купил делюкс-версию игры, для них они бесплатны, всем остальным. Если они хотят, надо будет заплатить, ну, серьёзные деньги, по-моему, там что-то в районе 300 рублей. Если у вас делюкс-версия, и вы скачали эти нации, но у вас они почему-то не появились, то вот какой глюк мы имеем при загрузке. Они отключены вот здесь в дополнительном контенте. Патч, но нации нету. Заходите в дополнительный контент, посмотрите. У меня, например, кроме того, что были отключены эти самые Кхмеры и Индонезия, была ещё и Польша отключена, были ещё викинги почему-то отключены автоматически. Вот такая фигня. Теперь, собственно, непосредственно к патчу и к новым нациям. Вместе с патчем появилась платная DLC, которая даёт две нации – Кхмеров и Индонезию. За Индонезию я играл на стриме, можете найти эти две серии, посмотреть на божестве. А вот за Кхмеров специально сейчас играю, чтобы с ними разобраться и сделать обзор этого патча. В отличие от предыдущих наций, по-моему, эти две, во-первых, исторически значимы, что и Кхмеры, что индонезийцы. Ну, индонезийцы вообще сейчас самая крупная мусульманская страна мира. Кхмеры – это нынешняя Камбоджа, они оставили большой след тоже в истории планеты. У них особенности, в отличие от предыдущих, нации нормальные. То есть я их не считаю какой-то имбой, у них вполне неплохие способности, можно за них играть. Вот я начну с Кхмеров, за которых сейчас играю. У них священные места дают плюс две пищи и плюс одно жильё, если находятся на реке. А также активируют культурный захват. Ну, культурный захват – это типа того, как у Польши военные лагеря. То есть если, например, я вот здесь ставлю священное место, то клетки вокруг тоже сразу становятся в моих границах. И, в принципе, это неплохая способность у священных мест, как и жильё, еда, которая позволяет их всё-таки строить. То есть это, пожалуй, одна из наций вместе с Россией, для которых строить священные места – это не ухудшение своего развития, а наоборот очень даже неплохо. Вот у меня тут во всех городах священные места поставлены. Более того, я тут ещё взял верование плюс одно довольство за пантеон. У меня, в общем, пантеон даёт довольство, если священное место стоит на реке. То есть у меня способность нации священное место ставить на реке, пантеон на реке, и позволяет вначале очень неплохо городам расти. То есть вместо того, чтобы строить фермы, строить какое-то другое развитие, священные места для кхмеров – очень неплохая способность. Это не оп, как сказать, то есть не супер-пупер, но для развития вполне неплохо. Кроме того, плюс три веры и одно довольство от развлечений в каждом городе с акведуком, а фермы рядом с акведуком дают плюс две еды. Тоже, в принципе, неплохая способность, потому что акведук мало кто строит. Вот видите, я тут во всех этих городах, хотя они, в принципе, стоят на пресной воде. То есть акведук у меня даёт в данном случае ещё плюс два жилья, потому что города и так уже с пресной водой. Если бы и нет, он бы давал больше. При этом даёт ещё три веры, при этом даёт ещё счастье. То есть это всё очень неплохо к развитию и города. Я впервые, наконец-то, вот есть такая тут, чтобы город достиг десяти жителей, не помню в каком, в госслужбе, по-моему, в госслужбе. Я никогда играя, у меня города не развиваются до десяти жителей. А тут вообще без проблем до десяти жителей выросли вот за счёт именно способностей кхмеров. И, в принципе, это неплохо. Единственное, что чуть меньше я городов ставил, но такое развитие нормально. Уникальное здание Просад, он заменяет храм и даёт апостолу прокачку мученик. То есть если апостол умирает в теологической битве, то получает реликвию. Ну, это, знаете, по ситуации. Это уже не так прикольно, как предыдущие способности. И неплохой юнит у кхмеров. Он стреляющий. Дамрей. Уникальный юнит. Вот это очень неплохой осадный юнит, потому что он может стрелять даже после перемещения. Мне напомню, в шестой циви, если осадный юнит переместился, то он уже стрелять не может. Кроме того, имеет зону контроля. Ну, это так, ладно. Но прикол его в том, чем он хорош. То есть он, по идее, заменяет бомбарду. Однако, на самом деле, бомбарда не заменяется. Она, вот видите, остаётся впереди. Но бомбарда-то появляется на две, даже, знаете, на три технологии позже. То есть она в возрождении. И, посмотрите, стоит в производстве 280. Правда, конечно, мощь у неё чуть повыше будет. 43 в ближнем бою и 55 силы обстрела. А у Дамрея, посмотрите, производство будет 110. Мощь, конечно, поменьше и обстрел поменьше. Но и появляется она намного раньше. То есть вот этими осадными юнитами вполне можно неплохо города захватывать, попробовать. Единственное, что параллельно появляются рыцари. И я думаю, что против Дамрея рыцарями вполне можно будет отбиваться. То есть у вас сосед Кхмер, он выходит в эти свои осадные юниты, а вы выходите в рыцарей. И так как мощь у него выше в ближнем бою, чем у этого Дамрея, на 15, то, по идее, должны раскладывать. То есть это, опять же, не какой-то супер-пупер юнит, как у других наций. В общем, Кхмеры получаются интересные цивилизации, с развитием через священные места, с религией возможной. И, в принципе, очень приятно за них играть. Другая нация, которая появилась дополнительно, вот Индонезия. Еще раз повторю, я стримил за нее, можете посмотреть полную игру. Но вот здесь у меня она как раз в соседях оказалась. Естественно, сразу претензия за расцветку, потому что темно-синий на темно-красном очень плохо виден на террас. А во-вторых, очень тяжело отличить юниты Индонезии от варварских юнитов. Потому что у варваров точно такой же фоновый цвет, только тут черный цвет, а не темно-синий, как у Индонезии. Вот реально очень сложно отличать. Не знаю, зачем так делать. В пятой цивилизации, примерно, тоже у эфиопов с варварами было. Способность Индонезии тоже с религией связана. Но у них больше способностей на море. Вот, естественно, Феракс идет по пути одинакового количества лидеров мужчин и женщин. Понятно, что индонезийцам передали женщину Трипхувану. Но в отличие от той же Горга, у Трипхуваны вроде как реальная власть все-таки была. Уникальная способность Индонезии дает небольшой бонус за соседство разным районам. Бонус за соседство, если он стоит на побережье моря или озера. То есть на море или на озере надо эти районы ставить именно. Вот если у кмеров священное место на реке, но только священное место, то у индонезийцев все районы получат какой-то бонус, но только если на побережье озера или моря будут стоять. Уникальная способность самой правительницы Индонезии называется богиня трех миров. Мы можем покупать морские юниты за веру. Религиозные юниты не тратят очки перемещения при погрузке на корабль из корабля. И плюс две веры для центра города за соседство с клетками побережья или озер. Это что-то типа кельтов в Пятой Циве. И вот когда кельты ставили город рядом с лесом, то получали очки веры. Вот в Шестой Циве, если Индонезия ставит город рядом с морем или озером на побережье, то получает тоже очки веры. Ну и уникальный юнит у Индонезии очень неплох. Он называется Джонка. И в принципе заменяет фрегаты. Ну то есть он конкретно заменяет фрегаты. Да, здесь я вам не покажу, потому что я за хмеров играю. Фрегаты у нас находятся в научном дереве, вот в прямых парусах. А Джонка у нас находится в социальных политиках, в социальном институте наемники. Это намного раньше, чем фрегаты. Ну не намного, но конкретно раньше, чем фрегаты в любом случае. Даже несмотря на то, что обычно на культуру меньше идет очков. И играя за Индонезию, идея в том, чтобы тоже поставить священные места, но с прицелом на то, чтобы за веру покупать Джонку. На сетевой скорости это будет вам стоить 700 веры. Что я говорю? 300 веры. 300 веры. И в принципе при выходе прямо вот в Джонке вы сможете штук 5 их таким образом прикупить. И на морской карте это очень-очень неплохо будет. Естественно, если вы играете на какой-нибудь на Пангеи, вот как в данном случае, то эта уже способность не так хороша. Ну и плюс они еще получают, видите, плюс 5 к боевой мощи в строю. То есть когда они рядом друг с другом находятся. Это типа как способность гоплитов у Греции. Боевая мощь абсолютно такая же, как у фрегата, только они еще дальше передвигаются на одну клетку. Мощь абсолютно такая же, но они появляются раньше. За счет этого очень-очень крутой бонус у них получается. Ну и уникальное улучшение у Индонезии есть. Называется Патанг. Он ставится на море. И за каждый рядом рыбацкую лодку будет получать какой-то определенный бонус. То есть морские города Индонезии начинают работать очень неплохо и получают преимущество к развитию, в отличие от городов других стран. То есть для морской карты Индонезия очень неплохой выбор. Она опять же не супер, как викинги. Я уверен, что на морских картах Индонезию не обязательно банить. Вполне можно от ее джонок отбиваться или быть готовым к ним. А вот те же викинги, они намного, их дракары сложнее в битвах. Так вот, на морских картах Индонезия неплоха, на наземных картах Кмеры неплохи. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Игра не требует вложения средств и при достаточном умении и понимании механик игры человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на console.war.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой Леши играет для получения бонусов. Кроме того, в этом же DLC вам дадут дополнительное чудо. Вот я его специально построил. Анкарват называется. Так как я играл за Кхмеров, то прям обязан был его построить. Он дает во всех, во всех существующих у вас городах плюс одного жителя и плюс одно жилье. То есть, грубо говоря, сразу во всех городах плюс к населению получаете. Но построить его можно только рядом с Акведуком. То есть, такое типичное чудо, что ли, под Кхмеров заточенное. Кроме того, вы можете найти новое природное чудо под названием бухта Халонг. Очень неплохое. Встречается на побережье. Дает плюс три пищи, плюс одно производство и плюс одну культуру. А также, ну, плюс 15 боевой мощи в обороне на этой клетке. Это если вы рядом город поставите. Почему нет? Ну, в принципе, неплохое такое. Ну и сценарий. Я не любитель сценариев. Но, если вы, да, то имейте в виду, что DLC вам еще даст сценарий. Теперь непосредственно к изменениям в патче. Самое главное изменение в патче, это довольно сильно переработанная механика религии. Но, по-моему, все равно в Фераксис не дотянули. И я не думаю, что много людей будут играть через религию. Ну, во-первых, изменили линзу вот религии. Видите, теперь как показывает влияние религии, да. То есть, вот сейчас у меня тут, ну, иудаизм, как всегда, я принял. Так, где бы так показать. Ну, вот, например, Тиночтетлан, он, у него религия христианства. Но у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь влияния, семь влияний иудаизма. И, соответственно, через 56 ходов он обратится в иудаизм. По-другому, вот, иудаизм принят в Тиноюке. Откуда, интересно, влияние конфуцианства? Прикол. Вроде ни одного города в конфуцианстве нету. Мне кажется, это глюк, это должно быть как раз влияние христианства. Видите, с этой стороны, потому что город, вот, Тиночтетлан принят в христианство. Ну, да, это глюк, между прочим, глюк иконок. Это тупо глюк иконок. Ну, или вот на примере города Мероя хорошо видно. Она не приняла еще никакую религию, зато вот две, два влияния с городов, с иудаизмом и три влияния с буддистов. И вот написано, сколько здесь людей верит в буддизм, сколько в иудаизм, какое влияние, давление от каждой из религий, плюс 12, плюс 6. И понятно, что здесь буддизм намного сильнее влияет. Если убрать эту табличку, то видно, что через 54 хода буддизм тут станет главенствующей религией. Это да, это все они сделали красиво. Кроме того, теперь у религиозных, ну, и вообще, кстати, вот линза религиозная, она очень неплохо выглядит, теперь не мешает просмотру, приятный такой цвет затеняющий. Кроме того, у всех религиозных юнитов теперь свой слой для перемещения. Наконец-то они вам не мешаются, то есть они не будут мешать передвижению ваших военных юнитов, не будут мешать передвижению ваших торговых юнитов, рабочих, поселенцев. То есть они теперь только между собой могут конфликтовать. Только если вот вы идете там миссионером и навстречу апостол, то, да, тогда пройти нельзя будет. Это, наконец-то, стало удобно, слава богу. Но при этом все равно религиозные юниты убиваются военными. То есть, опять же, я не представляю, как в сетевой игре, честно говоря, победить религией. Вот остался кто-то один без вашей религии. И он просто может объявить вам войну и ваши юниты убивать. Вот у него появляется такая осудить еретика. Видите, я сейчас стою, мой арбалетчик стоит на миссионере арабов. Если бы я объявил ему войну, я мог бы осудить еретика. И просто это выглядело, как разграбить ферму. Вот вы, когда становитесь на ферму и нажимаете кнопочку «разграбить», так и здесь вы становитесь на религиозный юнит, нажимаете «осудите еретика», и он умирает сразу. То есть, опять же, без проблем против религиозной экспансии можно бороться. А против компьютера религия может победить только на не самых высоких уровнях службы. На князе, наверное, на короле, потому что на божестве у компьютера столько миссионеров, у него столько религий, там даже можно не задумываться о том, чтобы свою религию принять в принципе. Так что все равно религиозная победа стала какой-то невозможной в любом случае. Добавлено два новых пантеона, два новых верования основателей и два новых верования последователей и пантеона. Пантеоны – богиня-покровительница города. Немножко странное описание. Походу это означает, что любой первый район в городе с этим пантеоном, у вас производство на 25% увеличивается. Другой новый пантеон – богиня земли плюс одна вера от клеток с престижем, притягивающей выше. Приняв этот пантеон, по идее у вас на клетках должно быть много веры. В верованиях поклонения два здания появилось. Это, во-первых, храм огня. Ну, это те здания на веру, которые строятся после святилища и храма в священном районе. Вы их даже можете за веру покупать. Храм огня дает плюс три веры и плюс одну дополнительную веру за каждую эпоху, прошедшую с момента строительства или последнего ремонта. То есть, каждая эпоха он будет больше давать веры. А ступа дает плюс три веры и одно довольство. Вообще офигенное здание. Опять же, закхмеров, например. У вас будет счастье выше крыши. Ну, довольство, точнее. В верованиях почитателя два новых верования – это мощи. Реликвию утраивают получаемую веру и туризм. Ну, это если вы точно уверены, что у вас будет много реликвий. И монахи-войны. О монахах-войнах чуть позже расскажу. В верованиях основателей, если я ничего не путаю, то появилось религиозное единство плюс один посол в каждом городе и государстве, когда он впервые становится вашей религией. И межкультурный диалог плюс одну науку за каждые пять последователей. И, наконец, верование и укрепление. Во-первых, забавное верование кладбище. То есть вы получите ту же способность кхмеров провести культурный захват соседних клеток при постройке священного места. Верование, укрепление, кладбище – это вам позволяет. У кхмеров оно просто сразу есть. У них священное место захватывает все клетки вокруг. А также религиозная колонизация. Построенные города сразу получают эту религию, если она является преобладающей религией у игрока, построившего город. Очень неплохо для начала брать вот когда вы построили 2-3 города буквально и упоролись в религию. То есть вы ее везде священные места основали, укрепили, то есть накопили на апостолов. Потом только начинаете экспансию городами, сразу города будут получать вашу религию. По-моему, неплохое такое верование. Так вот, возвращаюсь к монахам. У религиозников еще 2 юнита появилось. Войны монахи и гуру. Гуру чуть попозже. А войны монахи вам доступны только в веровании почитателей воинов-монахов. То есть, когда вы его примете, вы сможете за 100 веры покупать в городах воинов-монахов. У них мощь в ближнем бою 35. И в принципе, если посмотреть на силу юнитов, которые доступны, то сильнее воинов-монахов могут быть только вот пикинеры и потом рыцари. Вот до этих юнитов воины-монахи очень неплохо... Ну, всадники еще, видите, 36. Но всадников-то строить надо, а воинов-монахов покупать можно за веру абсолютно. То есть, не тратя на них никакие производственные мощности. Не требуется им никаких ресурсов. А если взять еще и там в веровании, что юниты покупаются на 20% дешевле, то, соответственно, за 80 веры уже можно будет покупать воинов-монахов. И в принципе... Более того, они объединяются в корпуса и в армии, как и все другие юниты. Единственная проблема с этими воинами-монахами в том, что они не улучшаются ни во что. Их никак нельзя будет улучшить. Но у них своя уникальная дерево прокачки, отличное от других юнитов. И в этом дереве есть прокачка на плюс 10 к силе и на плюс 15 к силе. То есть, в принципе, они довольно долгое время могут быть сильны. А еще у них есть прокачка за то, что вы убиваете вражеский юнит. Если вы убиваете воинам-монахам, то распространяете в ближайшем городе свою религию. То есть, за счет убийства распространяете. То есть, я так представляю, возможно, такая стратегия Раша этими самыми воинами-монахами за религиозную нацию. Надо, кстати, за Россию попробовать внезапно. Русские монахи Шаолинь сносят все вокруг, которые в тундре рождаются. Ну, это ж прикольно будет. То есть, в некотором роде что-то интересное есть. Вопрос, все-таки будет оно работать или нет. Ну, а гуру, юнит-гуру, он просто лечит. Религиозный юнит, то есть, тех же апостолов, тех же... То есть, это такой юнит поддержки для религиозных юнитов. Вот он. Гуру на лечение себя и всех соседних дружеских религиозных юнитов расходуется один заряд. То есть, он зарядами использует лечение. Не просто находясь рядом, а именно используя заряды. То есть, там, отправляете религиозные юниты к какому-нибудь чуваку, у которого тоже куча религиозных юнитов, и лечите их этими гуру. Но мне кажется, что этот юнит будет так же редко использовать, как и инквизицию. Еще из особенностей религии добавили распространение религии за счет караванов. Теперь, если я, например, отправляю город... Ну, вот у меня тут иудаизм распространен, да? А в Тиночтитлане христианство. Так вот, если я из этого города отправлю сюда караван, то он будет сюда нести плюс один иудаизм. Ну, вот та самая табличка. Вот посмотрите, видите, здесь плюс 30 идет, да? Ну, тут просто уже слишком много городов вокруг. Будет плюс 31 за счет каравана. В начале это как раз прикольно. А обратно из этого города 0,5 христианства сюда обратно приносить. Здесь вот так и так есть 0 плюс 0 христианства, да? То есть теперь караванами можно религию тоже разносить, как и в 5-й Циве, собственно. Пройдемся теперь по улучшениям интерфейса. Нет, они не сделали нам очередь строительства. Я так понимаю, что в 6-й Циве очередь строительства вообще никогда не будет. По идеологии создателей игры. Ну, не знаю, бог им судья, фиг с ним. Но кое-что улучшили. Например, окно дипломатии. Теперь при открытии общения с лидером намного более понятно отношение с ним, какие у него цели, какое правительство. Видите, уровень доступа. Проблема в том, что самое главное, что мне, например, больше всего было нужно в окне дипломатии, торговля. Этого здесь не появилось. То есть опять при заключении сделки я не вижу, какие из предлагаемых компьютером ресурсов у меня есть, а какие у меня нет. Ну, то есть только стратегические тут. Понятно, что вот лошадей и железа как бы сейчас у меня нету, но непонятно. Вот если бы я ими торговал, то тут бы они все равно были представлены. То есть если бы я их у кого-то покупал, все равно мне было бы написано, что я могу купить лошадей и железо. Ну, хотя со стратегическими ресурсами это еще понятно, потому что их две штуки надо. А редких-то ресурсов по одному. И вот на самом деле я сейчас торгую, по-моему, мрамором с Конга, но тем не менее я могу тоже тот же мрамор у Аммониторы купить. Ну, отношения, да, теперь более понятно. Уровень ДОС, делегации или посольства отправлены к нему. То есть у меня там делегации у него есть. К Индонезии у меня еще и торговый путь проложен. Здесь пишутся последние слухи, которые мы узнали об этой цивилизации. И, кстати, сейчас поправлено количество слухов. То есть очень многое то, что устарело, то есть там всякие здания устаревших эпох, юниты устаревших эпох и прочего, теперь нам не сообщают. Сообщений о всяких событиях с другими цивилизациями стало меньше. Сделана наконец-то сортировка по тому, что будет давать торговый путь. Но опять сделано через одно место. Потому что логично, например, было бы сделать вот тут, в доступных пусях. Когда, кстати, в доступных путях наконец-то реально показаны все доступные пути. Но вот как мне определить, какой у меня доступный путь выгоден здесь? Вот я, например, хочу послать максимально выгодный путь на деньги. А фиг! Нету здесь все равно сортировки по количеству денег. Только в том месте, когда вы, в том городе, откуда вы будете посылать торговый путь. Вот там сортировка есть, сейчас вам что-то покажу. А там, где она нужна, вот реально нужна, и чтобы можно было поискать и выбрать хороший путь, тут сортировки нету. Ну, блин, я не понимаю, гейм-дизайнер игры, он вот этого не видит? Вот это нелогично разве сделать? Нет? И даже отправляя торговый путь все равно не очень понятно. Во-первых, не сразу догадаешься, где искать эту сортировку. А вот на слове «все» вы тут, например, выбираете по золоту. И вот реально отсортировано, видите, 12, 9, 8, 8 и по уменьшению 6, 6. Оно действительно отсортировано только из этого города. То есть мне на золото выгоднее всего в Маджапахит посылать, например. По производству 3, 3, 2, 2, 2 отсортировано. По науке, например, Сеул выгоднее 3, 3, 2. Вот и таким образом, да, действительно, но только из города. А если я хочу решить, какой вообще самый выгодный путь торговый в моей империи? Фиг, никак ты это не... То есть, ну, только вот так вот просмотрев все возможности. Ну, ну что это за дела такие? Ну, как, как, как вот так можно делать интерфейс? Вообще, кто будет, кто в здравом уме будет вот в таком количестве городов сортировать по каким-то признакам? Да не, нафиг надо это делать. Нам обещали переработать экраны великих людей. Я-то думал, они сделают так, чтобы вот-вот не надо было эту прокрутку делать. Опять же, есть моды от других людей, которые это сделали, и там нормально все выглядит. Вот это, зачем прокрутка? Тут буквально не влезает два великих человека, и все. Но нет, знаете, что они сделали? Вот не догадайтесь. Самое важное, что... Перерисовали медальоны великих людей, которые тут огромное место занимают. Вот дофига мне эти медальоны, блин! То есть вот этот огромный медальон, он намного важнее, чем инфа, да, вот эта вот прокрутка постоянная, чем вот эти вот более важные графики, когда другая страна возьмет великого человека. Вот этот огромный медальон надо было перерисовать. Вот это еще раз показывает, что в шестой циве руководят дизайнеры и продукт-менеджеры, которые продают игру. Они люди, они гейм-дизайнеры. То есть вот это важнее, блин. Медальоны, они такие сидят, думают, что ж у нас на экране великих людей самое неудобное, что нам тут надо исправить? А, давайте-ка мы перерисуем медальоны. И один человек у них отвечает за искусственный интеллект. Зато медальоны перерисованы. Норм, да? В очередной раз уверяют нас, что улучшили искусственный интеллект у компьютера. Ну да, действительно. В принципе, ту игру, которую играл на божестве против компьютера, вот в стриме за Индонезией, вы можете на нее посмотреть. Там действительно повеселее было. Хоть там, опять же, компьютер что-то улетел слишком быстро в космос, но те, с кем я воевал, там уже они как-то более-менее что-то вменяемое делают. Норвежец был у меня в соседях, так он вообще неплохой флот построил. Прям и на море что-то делал, и армады строил. А с Англией я воевал на земле. Я англичанка, кроме странного подхода к моим городам, все остальное, в принципе, было неплохо. И уже как-то так даже, ну, интересно было, что ли, против компьютера играть. Из изменений баланса можно отметить, что теперь дружественные шпионы могут убежать из того города, в который вы ядерную ракету бросаете. Алё, слава богу. Во-вторых, немножко поменяли тут вот дерево технологий цивиков, но, опять же, несущественно. Например, теперь гуманизм связан с гильдиями, то есть без открытия гильдий гуманизм вы открыть не сможете. Кроме того, если вы побеждаете нацию, которая захватила вашего шпиона, то шпионы к вам возвращаются. Ну, всякие баги исправлены, теперь юниты, спущенные на воду, не захватывают рабочих, спущенных на воду. Но, в принципе, каких-то особых изменений этот патч не внёс. Например, в мультиплеере тут просто одна строчка написана, что улучшена стабильность сетевых партий. Вот и всё. Ну, ещё поправили вот этот высчит цифр. Вот раньше здесь, когда менялась еда, фокус на еду и производство, то есть тут оно менялось, а на экране города нет. Вот теперь смотрите, 5-6, да, 4-6 тоже поменялось, 4-6 стало, 10-6, 10-6. Вроде как, наконец-то вот эти всякие такие простые вещи, они поправили. Каких-то изменений для игры через религию я не заметил, что лучше стало, интереснее. Вот против компьютера действительно прикольнее. Он перестал там всех ненавидеть, они там и в союзы объединяются между собой. Хотя, с другой стороны, опять же, на божестве ощущение, что любой твой чих компьютер раздражает мгновенно. То есть ты не можешь ни на кого нападать. На меня постоянно все нападали, да, все мне объявляли войну, я от них отбивался и прочее. Но как только я сам напал на город-государство, на город-государство просто, который был даже не моим союзником, а союзником моего противника, и захватил его, все стали меня вокруг ненавидеть, я для всех офигенный милитарист. И получается, что на божестве ты должен просто сидеть тише мыши и отбиваться только от тех, кто на тебя нападает, и сидеть в развитии, что тоже не очень прикольно. Ну, в принципе, уже этот патч более-менее игру в чувство приводит. Хотя, опять же, повторю, по-моему, балл в шестой циве правят не геймдизайнеры, а просто графические дизайнеры, которые вот покрасивше все сделать, и люди, которые продают игру, то есть как можно больше бабла заработать. И вот все развитие шестой цивы построено на том, чтобы она была красивой и побольше денег приносила. Геймдизайна здесь намного-намного меньше, чем в пятой циве. И, кстати, чувак, геймдизайнер, который занимался пятой цивой, он сейчас устроился на работу в Paradox Interactive и делает какую-то неназванную глобальную стратегию, и он там главный геймдизайнер. Вот чего я жду стратегии, так это от него. Извините, я забыл, как его зовут, я думаю, мне в комментариях поправят, напомнят, но вот именно он в Paradox Interactive делает какую-то глобальную стратегию. Неужели будет что-то интересное? Шестая цива, ну, пока развивается, да? Надеюсь, я рассказал вам что нового в этом патче. Загляните на console.war.ru и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.